Здравствуйте, мои необыкновенные! Я безумно рада видеть вас на своём канале Таро Солнце. С вами Евгения, ваш личный Таролог. Давайте сегодня посмотрим, какая его жизнь без вас, и кто вы вообще для него на данный момент, как он вас воспринимает, что он думает о вас, и посмотрим, что нам дополнительно расскажет Таро. Я всегда раскрываю больше вопросов. Те, кто со мной постоянно уже знает это, я рада приветствовать своих новых подписчиков. Благодарю, что вы со мной. Подумайте о мужчине. Представьте его, вспомните его. Также, девчонки, как обычно, да, мужчины, у меня есть руны, которые нам в конце расклада дают совет, подсказку, дополняют мой расклад. Они находятся с нами здесь, наполняются энергией пары, которая пришла на данный момент сюда. Благодарю вас за лайки, за комментарии. Подписывайтесь на мой инстаграм, телеграм, фейсбук канал, и ссылочка в закреплённом комментарии. Благодарю вас за донаты, на них куплены новые колоды карт. Также деньги отправлены на корм птичкам. Как мне отблагодарить, также вы можете найти в закреплённом комментарии, сразу же под этим видео. А сейчас давайте настроитесь на мужчину. Вспомните его имя. Дату рождения, кто знает. Вспомните моменты, когда вы были с ним вместе. На фотографию посмотрите. Либо же всегда перед просмотром моих раскладов, чтобы войти с ним в один энергопоток. Прослушайте музыкальное произведение, которое вам конкретно напоминает его. Да, я вижу, очень многие, кстати, это делают. Очень многие. Мне карты прямо это сразу показали. Которые действительно ассоциируются с этим мужчиной. Не важно, это ваша песня, не ваша. Главное, чтобы вы в этот момент чувствовали его присутствие с собой. Музыка – это наивысший вид искусства, который соединяет души и сердца. Ну что же, мы назвали имя, дата рождения. Посмотрим, какая сигнификация. Своё имя. Дата вашего рождения. Посмотрим, какой мужчина сегодня пришёл. Какая вы, что между вами, как считывает вас здорово. Познакомимся и будем дальше рассматривать этот вопрос. Какая вы, что между вами и ещё одной мужчиной. Сегодня я делаю расклад на Таро. Также на колоде Оракула. И руны, естественно, с нами. И сейчас, как я готовлю Оракула, хочу вам напомнить о том, что вы можете задать любой вопрос, который даже не относится к теме расклада. И вы обязательно получите ответ на все ваши вопросы. Либо же в этом раскладе, либо же в одном из моих других раскладов. Либо же ответ придёт через сны. Мы сейчас находимся в очень сильном энергопутоке со Вселенной. Поэтому здесь всё невозможное возможно. Ну что же, я растворяю в солнечном свете. Через меня о своём будет говорить Вселенная. Мужчина. Какая вы? Ну, пришла ко мне пара, которая буквально отражает друг друга. Понимаете, вы зеркальны, вы зеркалите друг друга. Сразу же я вам могу сказать, что то, что чувствуете вы, чувствует он. То, что чувствует он, чувствуете вы. Печаль, грусть, радость, болезни, физическое даже ощущение вы считываете. Неважно, где вы находитесь, насколько вы далеко, либо близко находитесь. Вы чётко знаете, вы чётко понимаете, ощущаете. Для вас это уже, знаете, даже как-то и не новость. Вот вы точно можете сказать, какое сегодня у него настроение, о чём он сегодня думает, какие у него мысли, как он себя чувствует. Вот есть это, и вы это знаете безоговорочно. Ну, причём это у вас у обоих, потому как это общая сигнификация пары. Посмотрим, какой мужчина ко мне сегодня пришёл. Показывайся. Углюблённый. Ух ты. Слушайте, у вас мужчина такой, знаете, вот если договариваться о встрече, либо на работу, либо всегда он приходит первый. Вот сразу могу сказать. Здесь ещё никого нет, а он уже пришёл, потому что ему нужно уже всё узнать, разузнать. Здесь такой, знаете, с одной стороны, педант, с другой стороны, он очень горячий. Здесь совмещение идёт, знаете. Ему нужно быть первым, однозначно. Не дай бог он опоздает. Нет, он будет просто, он заранее придёт, вот три раза раньше придёт, понимаете. Вот идёт такая информация. Ну, мужчина влюблённый. Тут точно есть. И мужчина сейчас находится в очень горячих энергиях. Конечно, он возможно, возможно. Огненного знака зодиака. Но это вообще не факт. И я вообще не привязываюсь к этим знакам зодиака, потому как у людей энергия меняется на протяжении дня у всех. Поэтому в данный момент мужчина приходит в определённое здание, заведение, дом. Приходит заранее, приходит первым. Да, так считывает его вселенная. Любимую свою носит в своём сердце. Вот точно она с ним. Но он приходит один, девочки, один. Один приходит в какое-то здание, помещение. Конкретно что там, я не могу сказать, что там у него. То, возможно, рабочие дела, возможно, в гости зашёл, возможно, пришёл к родителям, в родительский дом. Вот здесь идёт от карты очень такое тёплое, знаете, домашнее. Либо родственники, либо друзья. Вот такое. Вот там ни любовь, ни страсти нет. У него любимое в его сердечке. Вот у нас, говорит, одно сердце с тобой на двоих. На двоих. Поэтому мужчина бежит куда-то. Что ещё могу сказать? Он вообще такой горячий у вас. Если он решил, он будет выполнять это, несмотря на то, что возможно или невозможно. У этого всё невозможно и возможно. Он такой быстрый. Быстрый в движениях. Быстрый в решениях. Здесь мужчина-лидер. Мужчина тот, который впереди планеты всей. Он стремится постоянно. У него есть определённые жизненные... Обязательно у него должна быть цель. И после определённой достигнутой цели он идёт дальше. То есть здесь он не останавливается, он развивается, он идёт дальше. Он говорит, что есть солнце в моей жизни, которое мне освещает путь, освещает мне дорогу. И это солнце живёт в моём сердце. Мы с ней повязаны, буквально, он говорит, знаете как, отравлены любовью. Мы с ней оба. Вот яд на двоих. Вот такая идёт информация, да. Ну, в общем, общая характеристика понятна. Давайте посмотрим, какая вы. Кто-то ходил, гулял, листочки собирал. Кто-то цветочки собирал. Кто-то смотрел на опавшие листья. Не факт, девочки. В моих раскладах нету срока годности, поэтому вы можете их смотреть в любое время. Но здесь в любом случае где-то кто-то видел, либо листочек упал, либо кто-то его поднял. Либо корешочки. Что-то здесь кто-то садил. Кто-то здесь, да. Кто-то на осень, на зиму садил. Кто-то на весну, потому как в разное время, смотрите мои расклады. Кто-то занимался посевом. Возможно, цветы пересаживали. Возможно, вот что-то с корнями. Не знаю, может быть, даже какие-то травы. Какие-то настойки вы принимали, пили, чтобы не болеть. Вот тут тоже идёт такая информация, чтобы повысить свой иммунитет. Девчонки, напишите мне прямо интересно, кто принимает какие-то травы, настойки. Вот на корешочках, на цветочках, на листочках. Здесь есть такое. Возможно, вы вообще любите такой, знаете, сбор. Пить с трав, с листьев. Вот есть. Может, вы занимаетесь как флорист. Тоже здесь идёт такая информация. Вы вообще любите жёлто-оранжевые цвета. Здесь идут ещё, возможно, вокруг вас есть такие цвета. Но я вижу это. Очень многие находятся сейчас в доме. Вот среди... Вы знаете, в месте, где вы чувствуете себя комфортно, легко и уютно. Вот здесь такая вот прям энергия идёт. Вот комфортно. Может, кто-то сел, так укутался, либо в чём-то таком тёпленьком, либо что-то мягенькое, что-то комфортное. Вот прям хорошо, удобно. Мне вот, возможно, этот чаёк или сбор какой-то и выпивайте сейчас, просматривая расклады. Да, вот идёт такое, как будто бы на улице погода не очень, честно. А вам вот сейчас хорошо и комфортно там, где вы сейчас находитесь. Да, вот здесь это идёт мечтательное, думающее. Любите луну, луны, циклы. Следите за этим, следите за небом. Любите... Вот почему-то здесь ещё идут какие-то сине-фиолетовые такие цвета. Либо у вас утро, либо вечер, либо что-то вокруг вас. Либо же вы сидите в помещении, где, знаете, ещё не очень оно освещено. И как бы экран телефона, либо компьютер, откуда вы смотрите мой расклад, он как-то ярко выделяется в месте, где вы находитесь. Да, да, да. Ну, так решили нам образно обстановку вашу описать почему-то сегодня карты. Ну, почему и вас так же. Давайте посмотрим, что между вами. Ох, какие карты, ох, какие карты. Двойка мечей, тройка мечей. А сердце-то разбитое, причём у обоих. Оба страдают. Один куда-то ушёл, улетел, делся. Это, возможно, между вами расстояние такое, что вы вынуждены быть раздельно. И от этого сердце разрывается у обоих. Кто не живёт далеко друг от друга, здесь в любом случае у вас нету коннекта. О, девочка, у меня голова просто понесла сейчас. Как я чувствую вас? Нету коннекта, нету... Вот понимаете, огонь и лёд. Кого-то бросает в жар из вас, кого-то в холод. Вот в вашей паре. Здесь просто идёт огонь и лёд. Огонь и лёд. И, вы знаете, никому не легче от того, что вы сейчас закрылись друг от друга. Вот никому, не ему. Вот очень хорошо как раз тема расклада «Моя твоя жизнь без меня». Вот сейчас и посмотрим. Ну, вы мучаетесь, страдаете. Вот ваше сердечечко, которое, собственно... Смотрите, вот какое оно. Мечами просто разбитое. А вот оно, когда вы вместе, понимаете. Вот карты прекрасно всё показывают, прекрасно всё говорят. Я хочу, чтобы вы это видели. И очень многие такие интересные люди думают, что... Таролог читает с листочка, когда делает расклад. И я не могу. Насколько нужно быть приземлённым ниже плинтуса, чтобы такие мысли даже у человека в голове возникали. Я просто не представляю. А, какая листочек чем? Левой ногой переворачивать во время расклада. У него просто интересно. Какой бред. Так, давайте смотреть, что у тебя сегодня происходит. Какая твоя жизнь без меня? Прям так и спрашиваете его. Какая твоя жизнь без меня, дорогой? Давай, покажи мне. Как тебе живётся? Сейчас, сейчас, бреди меня. Ну, кубками пришёл, мой влюблённый. Как тебе живётся? Боже мой, он меня засыпал кубками. Я понимаю, что ты меня безумно сейчас увидит и рад. А, ну, по луне это, девочки. А, да. Всё понятно, девочки. Как? Ой, я с тебя не могу. Ну, кто ко мне приходит на расклады, девочки? Кто у меня новенький, познакомьтесь. Кубковый король, мужчина, влюблённый. Который у меня живёт здесь. Приходит тежедневно. Спит, ест. Свечки меняет. Руны складывает, понимаете? Он у меня уже здесь. Двойка кубков. Король кубков. Как тебе живётся? Всё так хорошо начиналось. Он говорит, я люблю, я влюблённый, я несу эти чувства. Думаю, ну, прекрасно, как тебе живётся. Значит, хорошо. И такое. Луна, дьявол и двойка чего. Да, Пентакли. Как? Вот эти вот все чувства, которые его накрывают. Вот это та любовь, которую он несёт по луне. Понимаете? В реальном времени, говорит, у меня, говорит, просто... Вот колбасит идёт такое слово. Не знаю, видно, он у вас использует эти слова. Да никак, он говорит. Как я, говорит, могу жить счастливым, если тебя со мной рядом нет? Луна, энергия, это женская энергия, очень глубокая энергия. А луна вообще в данном контексте говорит о том, что вы сейчас друг с другом-то не общаетесь. Вот тут по одному все находятся. Без пары, понимаете как? Плохо мне, потому что мои пары нет возле меня. Он говорит, я в подвешенном состоянии, я не могу прийти в баланс. У вас работает в каком-то судебном, в каком-то государственном учреждении мужчина. Он там занимает какое-то лидирующее, кстати, положение, либо же у него есть подчинённые, либо же... Он много говорит вообще о вас как-то. Причём это связано с его работой. Вот он должен говорить. И он спасает людям жизнь, помогает людям. Как-то здесь идёт эта информация, что в его слове есть спасение для людей. Либо он решает определённые вопросы, которые решают вопросы других людей. Это тоже такое идёт. И он помогает людям. Боже мой, машину чинит, уже помощь человеку, девочки. Музыкант. Музыка лечит души. То есть, понятно, что расклад общий тут уже нет смысла сейчас. Да, и он вот говорит, как ему живётся. Говорит, на работе, говорит, наполняюсь. Вот туда лечу, вот там работаю, вот там я живу. Вот двояка, понимаете, у него состояние любимое в сердце, которое нет рядом. Подъявлю меня тянет к ней. Не могу оторваться от этих мыслей. Днём думая о ней. Ночью она мне снится во снах. Я постоянно привязан. Я не могу от неё оторваться. Я не могу улететь, излететь. Ну, она, естественно, подъявлю здесь ты никуда не денешься. Это уже одно и навечно, понимаете как. Это тебе дано. Ну, выбор без выбора, как я говорю, девчонки. Как, вот двояка, двояка. Жизнь одна, вот работа в реальной времени, а любимая на ментальном. Тут карта Мак ещё была. Расскажи ещё, как тебе живётся без меня. Так. Он пытается вот эти сомнения в себе как-то закрыть. Пытается, причём уже на протяжении длительного времени. Что за сомнения ты там пытаешься вскрыть? А вот о любимой, понимаете? Что за сомнения? О том, нужен ли я ей, если я вернусь к ней. Я же сейчас закрыл себя. Закрылся. Возможно, у вас нет общения. Возможно, он не отвечает. Возможно, вы его закрыли. Что сейчас вот закрыто. Дорога говорит, вам сейчас закрыто. И что? А он понимает, что ему нужна встреча с вами. А он понимает, что он покой не найдёт, пока он вас не видит опять, понимаете? Здесь, если кто-то договаривался о встрече, здесь мужчина понимает, что только так и никак иначе. Кто никогда не виделся, мужчина хочет встретиться, увидеться. Кто не договаривался о встрече, мужчина планирует, мужчина хочет увидеть свою любимую. Покажи, какая твоя любимая. Давайте я покажу, какая она. На протяжении длительного времени, говорит. Вы знаете, как? У вас было на протяжении длительного времени какое-то общение. Знаете, по-моему, вы больше думали друг о друге. Во снах видели, чем в реальной жизни вы общались. Здесь точно такое. То есть здесь нет такого бурного общения, которое идёт на постоянной основе, ежедневно, ежечасно. Звонки, переписки. Нет. Он говорит, мы на ментале с ним больше связаны, чем... Да, тут были какие-то проявления от него, какие-то там знаки, лайки, сообщения, комментарии. Но больше здесь идёт общение у вас. На ином уровне. Причём общаетесь вы как-то через стекло. Здесь либо стекло телефона, компьютера. Либо же его видите где-то через стекло, либо в офисе работаете. Ну, в соседних даже комнатах живёте, и друг друга можете видеть через стекло. Понимаете? Здесь через дверь, например, стеклянная у вас между комнатами есть стекло. Ну, вот так. Вот так. И причём по карте умеренность здесь это уже давно, говорит, у нас. Покажи ещё, какая она. Какой ты видишь меня, спрашивайте. Какой ты видишь меня? Ну, той, которая императору, извините, все крылья обрубила. Сказала, знаешь что, дорогой, вот со мной вот так не пройдёт. Со мной будет либо так, как я сказала, либо так, как я сказала. То есть у тебя других вариантов нет. Не нравится? Забирай свои пёрышки и... Адиос. Понимаете как? Вот такая вы. Да, вы можете, знаете как, вам будет тяжело, вам будет больно, но вы, извините, свои границы не будете предавать ради какого-то человека. То есть здесь вы можете себя ранить даже своими словами, действиями, отпустив буквально его. Иди! Хочешь, иди, пожалуйста. Либо ты придерживаешься моих правил, которые я для себя установила ещё до того, как ты вообще появился в моей жизни, потому что вы тут цените себя. Вы этому императору, я сразу говорю, тут ему поставили, понимаешь как, дорогой, я позволяю тебе вести себя со мной так и никак иначе. То есть императора можешь нажать на ту кнопочку и выключить. Император отключён. Знаете как? Со мной император не работает. Вот так вот. И это он чувствует, это он от вас. Он понимает, что у вас власть в вашей паре, а не у него. Хотя он выходит в энергиях императора, самооблюблённого эгоиста. Тот, который сам всегда решал, управлял. Как я скажу, так и будет. А с вами так проходит? Нет. А с вами так не проходит? Карта девятка кубков и смерть. Нет, с вами так не проходит. Потому что я верховная жрица, говорит. Потому что... Боже, какая вы у меня классная. Девчонки, да, конечно, тут молиться на вас просто можно. Кстати, вам кто-то говорил в недавнем времени, что на вас можно молиться. Да? Здесь какая ваша характеристика вообще, девчонки? Верховная жрица, ту спинтакли и солнце. Вопросы есть, вопросов нет. Вы собрали самые лучшие карты вообще на свою сигнификацию, на самом деле, я вам скажу. Потому как изначально нам показали, где вы находитесь на сигнификации, как вы себя чувствуете. Теперь я уже вижу вас. Яркая, наполненная, понимаете? Вы сами себя создали. Сами. Не через кого-то. Вы уже изначально солнце, свет, который освещает людям жизнь. Которая заходит в комнату и все на неё поворачивают взгляды. Приходят в какое-либо заведение, помещение. Без разницы, сколько там тысяч человек. На вас будут направлены все взгляды. Вы очень мудрые. Вы очень умные. Вы получаете информацию от Вселенной. Вы делитесь ею и получаете за свои действия дары от Вселенной. Причём здесь их невозможно не заметить. Здесь вы наполняетесь. И Вселенная, космос вас ежедневно наполняет. Постоянно причём. Здесь и финансово кто-то может наполняться, отвечая людям на вопросы, помогая им. Здесь хорошее пожелание, здесь силы, здесь добро, здесь идёт мощнейший позитив на вас, за ваши действия. Вот какая вы, вау, просто. Это какая вы для него, понимаете как? Мы же сейчас разговариваем с ним. А ты кто тогда? А я повешенный. Ну вот, понимаете, влюблённый. Повешенный и влюблённый идёт к карту. Повешенный и туз кубков. Девочки, кто он? Я не проявляюсь, но я люблю тебя. Ой, да что ж такое у тебя там творится? Вот бросает его в вагоне в лёд. Девчонки, у него там в жизни сейчас такая мясорубка происходит. Вот честно говорю. Вот в таких вот энергиях, в таких картах мозги взрываются у человека. Ну, конечно, взрываются мозги. Я сказала, взрываются мозги, и у меня карта мечевая выпала тут с мечей. Естественно, он мне подтверждает. Понимаете, я уже не достаю карты. Он мне просто сразу раз и озвучивает. Обалдеть. И как тебе живётся без меня? Мечтаю, чтобы эта ситуация изменилась. Он мечтает очень много. Хочет, чтобы это всё закончилось. По колесу фортуны это завершение одного цикла, и начало новое. Он говорит, я так хочу, чтобы это всё закончилось, я об этом могу только мечтать. Как тебе живётся без меня? Он хочет вам сказать, что магия между вами. Понимаете как? Вот тут как, не крути. Он говорит, я хочу тебе просто это крикнуть, а на самом деле кричать-то не надо. Кричать-то не надо на самом деле. Общение сейчас у вас закрыто. Кто-то, возможно, на ментале сейчас даже общение с ним закрыл. Вот не даёте. А он это чувствует, ощущает. Говорит, я чувствую, что ты отдалилась. Я чувствую, что ты сейчас закрыта от меня. А кто я для тебя? Давайте так. Кто я для тебя? Вот смотрите, здесь поездка не сложилась к вам. Как вы не крутите, а поездка не сложилась? И он, между прочим, очень разочаровывал. То есть здесь не просто он не хотел, чтобы так было. Он говорит, я безумно разочарован, что у меня не сложилась поездка к тебе. Вы та, в которой он очень хотел прорваться, очень хотел приехать, прилететь. Но здесь по определённым причинам произошло закрытие. И вот это вот кто я для тебя? Ну кто? Вот, понимаете, была эта карта. И всё равно я тасовала их, и всё равно она вышла. Вот Таро всё равно покажет так, как должно быть. Вот если не озвучишь, оно тебе ещё раз приведёт. Ну кто вы для него? Десятка кубков, любимая, пара моя, семья моя, родная, душа моя. Одно сердце на двоих. Ты моя... Понимаете, я ворон, а ты моя пара. Чёрный ворон пришёл. Кто вы для него? Ирофант. Кто вы для него? Та, которую я не хочу отдавать. Ирофант — это вообще очень сильная карта. И Туз Пентакли. Паш Пентакли. Обалдеть, слушайте, сейчас вам расскажу. Вы выходили в вашей энергии в Туз Пентакли, а он выходит Пажиком Пентакли. Здесь идёт речь о том, что вы, возможно, старший либо по возрасту, либо же вы спокойно, милый, всё в порядке, больше зарабатываете, либо же вы в развитии намного, намного его выше. Ему ещё, конечно, от Пажика до Туза, ну, долго нужно развиваться и расти, но он развивается, причём через любовь к вам. Вот ваши души, знаете, соединения для того, чтобы одна вывела другую для общего развития, и тогда они уже идут вместе по жизни. Вот почему сейчас вы не можете никак сойтись? Почему сейчас Всевышние Силы буквально не дают, закрывают? Ну, вот тут же была дорога и карта башня. Не дают, потому что Пажик он, он ещё не дорос, он ещё не дошёл. Понимаете, вы сейчас не можете с ним встретиться в реальной жизни, потому что он ещё не на вашем уровне, а он может туда прийти и придёт. Не зря вас соединили вместе. И через любовь здесь идёт трансформация пары. Вы меняетесь, он меняется. И когда вы будете в нужном контексте, подходящем друг к другу, в понимании, во взглядах, в ощущении мира, тогда Вселенная вас соединит воедино. Верно? Верно, я говорю. Туз Жезлов. Ты говоришь истину, ты говоришь правду. Так и будет. Понимаете? Тут здесь вообще без вопросов, девчонки. Давайте посмотрим, что ещё руны сегодня хотят нам сказать, дополнить. Вы можете задать свой вопрос, например, который вас интересует, и получите ответ, который пока я собираю карты. Сосперёк точьтесь. Я пока помолчу немножко. Подумайте. Ой, кубковый король, я тебя здесь оставлю. Посмотрим, что скажут руны по поводу кубкового короля. Что у него там сегодня происходит? Дополните, пожалуйста, рыну. Что-то на кубковое. Ну, такая руна вышла. Знаете, что руна значит «бог»? Я могу сказать, что у вашего мужчины, возможно, имя в обозначении на каком-либо языке значит «бог». Либо его зовут. Одно из имён может быть божественное. Обалдеть. Это одна из самых сильных и священных руны. Ваш мужчина очень особенный. Умение найти нужное слово. Наладить контакт с человеком. Есть у этого мужчины такой дар. И я изначально вам и говорила об этом на раскладе, что здесь у него сила в его голосе. Связано либо это с работой, либо с его жизнью. Но он управляет людьми. Он, говоря с ними, меняет и жизни. И руна мне, собственно, это и подтверждает. Он очень мудр. Получает знаки и дары. Девчонки, трансформируется. Мужчина создаёт свою жизнь. Очень мудрый, очень умный. Несмотря на то, сколько ему лет, он может любого, намного старше или младше по возрасту, просто вывести в состояние то, которое ему нужно. Здесь мужчина решает вопросы и работает словом. Ну что же, мой кубковый король, я тебя отпускаю. Благодарю руны, благодарю вас за просмотры, за лайки, за комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Буду с вами рада встретиться на моих остальных видео. С вами была Евгения и мой канал Тара Солнце. Пока-пока.